В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Должны стать одними из первых. Инвестиционную привлекательность региона обсудили за круглым столом. День второй. В Тольятти продолжается празднование 50-летия автоваза. Что побудило главу семейства пойти на убийство. Новые подробности ужасной трагедии. Без холодной воды остались несколько домов. Коммунальная авария на улице Ленинской. Борьба с незаконной рекламой. До конца года в Самаре ликвидируют три сотни незаконно установленных счетов. Правительство Российской Федерации выделит Самарской области 1 миллиард рублей на строительство Фрунзенского моста. Напомним о выделении федеральных средств на стратегически важный проект региона. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сообщил в середине мая. Такая договоренность была достигнута во время его встречи на ПМФ-2016 с министром транспорта России Максимом Соколовым. Регион может получить эти средства уже в этом году в виде субсидий. Это позволит вести строительство моста четко по графику. Праздник всероссийского масштаба. Юбилей Автоваза станет чередой ярких событий не только для Тольятти, но и для всей Самарской области. Это и строительство десятков современных объектов, приведение в порядок инфраструктуры. В Автограде началось строительство новой поликлиники, а через четыре года появится Аллея Славы. Старт торжествам в честь 50-летия автогиганта Дан. Полотно из гранитного камня как символ масштабной стройки и огромного труда. Памятный знак в честь начала строительства Волжского автозавода установили в Тольяттинском парке Победы. Торжественное открытие приурочили к празднованию юбилея предприятия. А через четыре года, когда 50-летие будет отмечать первый автомобиль, сошедший с конвейера ВАЗа, здесь должна появиться Аллея Славы, Тружненков и строителей завода. Уже есть полный проект этой Аллеи. Делал его архитектор Рукавишников, который в памятник Татищеву сделал. Здесь будет все сделано так, чем можно и гордиться, и любоваться. Основные торжества в честь юбилея прошли в Лидовом парте «Лада-Арена». Ветераны автозавода, сотрудники предприятия, гости со всего региона. Около 7 тысяч человек стали участниками праздника. Как отметил губернатор, сегодня немало делается для того, чтобы автоваз получил второе дыхание. В ближайшие четыре года будет реализована программа развития города, поддержанная президентом. Этот праздник важен не только для тальянтинцев. Это очень важная дата и для Самарской области, и для всей нашей страны. Я уверен, и страна будет активно двигаться вперед. И вместе с страной еще активнее будет двигаться вперед автоваз. Сегодня завод выходит на новый уровень, в том числе по качеству, надежности и оснащенности автомобилей современными технологиями. «Успех моделей автоваза построен на усилиях более полумиллиона человек, которые вовлечены в производство автомобилей. Мы хотим сохранить сильные возможности по разработке здесь, в Тольятти. Только имея сильные технические возможности по разработке, мы сможем создавать хорошие машины, чтобы отвечать запросам наших все более требовательных потребителей». Традиции ваза – тоже один из главных поводов для гордости. В следующем году легендарная «Нива» отметит свой юбилей. Ей исполнится 40. Конструктору «Нивы» и одному из создателей всех серийных моделей завода, ветерану автоваза Петру Прусову присвоено звание «Почетный гражданин Самарской области». К великому сожалению, автомобиль не коньяк, и он с возрастом не становится лучше. И я считаю, что мы просто обязаны сделать еще одну «Ниву» не хуже того, что у нас есть. Другого почетного гражданина и ветерана автоваза Александра Ясинского, глава региона, поздравил не только с юбилеем завода, но и с днем рождения. На автовазе Александр Иберагимович прошел путь до заместителя генерального директора. После выхода на пенсию продолжил трудиться на автогиганте. Глава региона вручил ветерану обновленный знак «Почетного гражданина Самарской области» и памятный знак «Куйбышев. Запасная столица». Марина Кравцова, События. Самарская область должна войти в первую пятерку регионов по уровню инвестиционной привлекательности. Такая цель у собравшихся на круглый стол на тему «Инвестклимат» в строительстве. За последний год область показала рост, поднявшись с 44-го на 41-е место. Разработать конкретные предложения по улучшению ситуации собрались застройщики, участники рынка и представители тех органов госвласти и местного самоуправления, которые задействованы в регулировании инвестиционно-строительного процесса. Место в рейтинге зависит от того, какие условия созданы для бизнеса. Нет ли излишних бюрократических процедур, насколько дешево подключение к сетям, как быстро предоставляются разрешения на строительство. Сейчас примерно занимает около 100-150 дней. Если говорить по Самаре, мы хотим сократить сначала хотя бы до 100, в два раза, потом еще в два раза и выйти на 10 дней. Почти 70 миллионов рублей были получены незаконно. Полицейские задержали троих членов организованной преступной группы, которые, по данным силовиков, нелегально осуществляли банковскую деятельность, а именно принимали деньги от физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям и переводили их на счета различных организаций. После обналичивания возвращали заказчикам за свои услуги, просили по 5% от каждой суммы. По версии следствия, в результате осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленниками был получен доход в особо крупном размере в сумме более 68 миллионов рублей. Следствие продолжается. По данным силовиков, организаторы незаконной деятельности, 44-летние жители Кенеля и двое его сообщников. При обыске их домов были изъяты в печати кредитных учреждений и юридических лиц оргтехника, сотовые телефоны, компьютеры. 700 тысяч рублей и 1000 долларов, предположительно, полученные незаконным путем. Все трое задержанных находятся под подпиской о невыезде. В трагедии, которая шокировала всю Самару, появились новые детали. Как выяснилась, семья, где разыгралась драма, была из тех, что называют неблагополучными. Напомню, накануне в доме на улице Советской полицейские, вскрыв запертую квартиру, обнаружили тела четырех человек. Муж и жену и двоих маленьких детей. Впрочем, жертв могло быть еще больше. Двухмесячному младенцу удалось чудом спастись, как выяснил на месте Андрей Горгуленко. О страшной трагедии, которая разыгралась в доме номер 9 по улице Советской, жители узнали полтретьего ночи, когда обнаружили у себя под окнами плачущего двухмесячного ребенка. Зайтуна Байбекова, это она нашла младенца, до сих пор не может прийти в себя. Оказалось, что это сумка, она была развернута, эта сумка из двух половинок состоит. Получается, на этой сумке лежал ребенок и сильно кричал, молил по помощи, наверное. Я кричу, я сама себя не помню, кричу. Люди, кто просил ребенка. Жители, проснувшиеся от этого крика, поспешили на помощь и вызвали полицию. Позже органы правопорядка установили, что ребенок не был кем-то подброшен, а эта мать успела спасти его перед ужасной трагедией. В квартире на первом этаже были найдены тела четырех человек. Это одна семья, 34-летний мужчина, 42-летняя женщина и двое детей, девочка, двух с половиной лет и пятилетний мальчик. Все с признаками насильственной смерти, множественными колото-резанными ранениями. Пока следователи осторожны в своих версиях случившегося. Следователи осмотрели место происшествия, и учитывая, что все окна и двери были заперты изнутри, следствие пришло к выводу. То есть предполагает, что, скорее всего, преступление совершил мужчина, после чего покончил жизнь самоубийством сам. По данному факту, Кировским следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство двух или более лиц». По словам соседей, пострадавшие не работали, а потому денег в семье не было. Порой не хватало даже на еду. В интернет просочилась информация, что отец семейства, ранее судимый мужчина, нередко поднимал руку на свою гражданскую жену. В квартире бывали и застолья. Спокойные, когда трезвые. Если только выпьют, могут быть подозрительные. Часто-то идут? Ну, бывало. Она сама не работала, он не работал. То есть мы им помогали, я ей помогала. Ну, не об этом даже. Ну, дети голодные ходили. Эти ли причины привели в итоге к драме, или подоплека была совсем иной. Теперь предстоит выяснить следователям. Мы будем следить за развитием событий. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Коммунальная авария напротив дома музея Ленина. Сегодня в половине восьмого утра произошел прорыв водопровода. Затопило проезжую часть. Дорогу перекрыли в одном направлении от рабочей до красноармейской. Участок откроют для движения машин, когда ремонтные работы на нем будут завершены. Холодная вода в домах есть, но поступает с пониженным давлением. На улице дежурят две цистерны с питьевой водой. Быстро устранить аварию коммунальщика мешает ремонт канализации в этом же месте. Пока не разрыли, пока до трубы не докопались, нельзя сказать, что произошло. То есть там утечка довольно сильная, но это может быть там и какая-то просто сварная работа, которые там раскопали, быстро сварили кусочек и сделали. А может быть это вот пошла лопина вдоль большая, и тогда придется менять кусок трубы, тогда эта работа будет, в общем, довольно сложная и довольно длительная. Но длительные это там не два, не три дня. Это все равно, что там в течение суток делается и даже быстрее. Но если каких-то там дополнительных таких-то осложнений, да, не будет. Поэтому вот, как говорят, вскрытие покажет. Это вот про коммуникации подземные. Мы будем работать в ночь, пока не сделаем все. Закрыт для движения транспорта и участок дороги по улице Маяковского от Галактионовской до Молодогвардейской и Галактионовской от Маяковского в сторону Чкалова. Ограничения будут действовать до вторника, 26 июля. Место преступления – клумба. Цветочные воры в поселке Управленческий разорили знаменитую композицию с зеленым роялем. Для этого злоумышленникам потребовалось две ночи. Целью преступления стали семь кустов, шаровидные туи, которые обрамляли клумбу. Что теперь собираются предпринять цветоводы в репортаже Валерии Макаровой. Они уже били вот такие. Приблизительно вот такие они били. Они до метра должны. Самая оригинальная клумба в Управленческом стала местом преступления. Ранним утром здесь недосчитались семи кустиков туи. Следы преступления ночные воры скрыли. Ямки присыпаны, соседние цветы не тронуты. А вот так клумба выглядела два месяца назад. Маленькие шаровидные туи были частью композиции во главе с роялем, что покорил сердца жителей района. С детьми подходят, фотографируются. Очень много людей прям радовались, удивлялись, хвалили. Тот человек, который украл ту туи, он украл прежде всего это у себя. Потому что это все, что сделано нами, все цветняки в поселке Управленческий, сделаны для всех жителей нашего района, чтобы все ходили. И города, и приезжих, гостей, чтобы все ходили и радовались. Зона повышенного риска для цветоводства в шутку называет Управленческий Людмила Ивлева, специалист по озеленению. Она работает здесь уже 10 лет и столько же сталкивается с цветочными ворами. Такого крупного воровства у нас еще не было. Выкапывают даже в августе. Я уж не говорю про май, когда идет массовая посадка. Приходишь, просто один вазон может быть полностью пустой. И прямо сначала плакала, вот настолько было обидно. Но руки опускать никто не собирается. Планы строят грандиозные. Быть может, по соседству с роялем в следующем году появится зеленый саксофон. И, конечно, новые туи. Все равно нас не сломают. Красота это такое, что это победит весь мир. Поэтому мы обязательно опять будем все восстановить, все делать и даже три раза больше делать. На зло вот этих людей. Цветоводы уверяют, клумбу восстановить легко. Ни жалко ни сил, ни денег. Гораздо важнее воспитать культуру в людях. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События. Уничтожить на корню в Самаре борются с незаконными рекламными щитами. По новым правилам их будут демонтировать полностью вместе с бетонным основанием. С начала года на металлолом пошли уже полсотни таких конструкций. Сегодня на Южном шоссе. Их стало на четыре меньше. За процессом наблюдала Валерия Макарова. Этот рекламный щит на Южном шоссе появился незаконно. Его владелец не согласовал места и за право установки не заплатил ни копейки в городской бюджет. Чем нарушил федеральный закон о рекламе. Такому щиту не место на улицах Самары. Не просто демонтаж конструкции, но и его утилизация. То есть конструкция разрезается на металлолом, на составляющей части. Металлолом сдается по цене лома. И деньги, вылеченные за этот лом, поступают в бюджет города Самары. Найти владельцев незаконных рекламных щитов очень трудно. Им выгоднее потерять одну такую конструкцию, чем заплатить за нее. Штраф составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Чтобы убрать незаконный объект, бригаде из пяти человек нужно меньше часа. От 15 до 40 минут. А от чего зависит? Это зависит от сложности конструкции, зависит от сложности расположения. То есть где расположен доступ, как закопанный фундамент или нет. С начала года в Самаре убрали более 60 незаконных рекламных конструкций. По плану до конца года избавиться еще более чем от 300. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. В Самаре скоро появится дом-музей имени Ильдара Рязанова и сквер, где установят памятник режиссеру. Чтобы увидеть концепцию, разработанную самарскими архитекторами, в наш город приехала вдова Ильдара Александровича Эмма Абайдулина. В Ряна Мирная готова рассказать о деталях встречи. «Жизнь как кинолента» легендарный режиссер Ильдар Рязанов. Глыба отечественного кинематографа, безусловно, заслуживает вечной памяти. Так решили в Самаре, городе, где он родился и провел первый год жизни. С предложением открыть дом-музей Рязанова и сквер с его памятником, самарская мэрия обратилась к вдове режиссера Эмми Абайдулиной. Ильдар Александрович очень любил Самару. Это был самый любимый его город. Я вот себя сказала на нашей встрече, что Ильдар Александрович на первом месте была Самара, на втором – Петербург, на третьем – Париж, а на четвертом – Москва. Вот такая была любовь. Поэтому я не могу сказать, что я удивилась, когда получила это приглашение и предложение, поняла, что уже работа началась над созданием дома-музея. Я безмерно благодарна, и не только я, но и все люди, которые любят Ильдар Александрович. Они все благодарят вас, ваш город, ваше руководство, всех наших друзей. Потому что я думаю и надеюсь, и почти уверена, что первый музей или дом-музей, как уж будет назван, я не знаю, Ильдар Александрович, конечно, откроется в Самаре. На дружеской встрече городских властей вдовы народного артиста и архитекторов говорили и о том, что музей и сквер должны быть с изюминкой. А самарцы даже могут принести в качестве экспонатов музея вещи, связанные с Рязановым или его эпохой. Сейчас вопрос находится в разработке. Точного видения, каким будет пространство, пока нет. Но концепция в целом готова. Сквер превратится в кинотеатр под открытым небом. В доме, где уже отремонтировали фасад, на трех этажах будет музей. В любом случае, здесь должно быть уютно и по-домашнему, чтобы атмосферу рязановских фильмов мог почувствовать любой желающий. Мы хотим, по крайней мере, моего предложения, закрыть разрыв подвод. Потому что мы договорились, что с стороны постово можно заезжать, а здесь сделать сплошную зону, которая завершалась. Вот, значит, у нас там газон, да, и там кусарник, по-моему. Машин там быть не должно, конечно. На доме номер 120 по улице Фрунзе также установят мемориальную доску, которая будет выглядеть, как старый советский телевизор с экраном и ручным переключателем. Памятный артефакт появится уже этой осенью. Сквер и музей примут первых гостей весной 2017-го. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре сформирован новый состав. Городской общественной палаты, совещательный орган существует уже 9 лет. Сейчас состав сократился почти на половину. Треть участников предложила городская дума, треть администрация. Остальные представители общественных организаций. Какие задачи стоят перед обновленным составом, знает Лариса Шалафаст. В обновленный состав городской общественной палаты вошли 27 человек. Это депутаты, представители сферы образования и общественных организаций города, деятели культуры. Предыдущим составом достигнуто немало положительных результатов. Именно общественная палата выступила инициатором создания новых институтов местного самоуправления, общественных советов микрорайонов Самары. Сейчас их в городе 85, в них работают почти 2000 человек. Без учета, в широком смысле этого слова общественного мнения, очень трудно выработать правильное решение, которое бы устраивало большинство. Здесь, опять же, власть единолично не может эту задачу решить. И вот как раз общественные формирования, палата, в первую очередь общественная, должны эти темы обсуждать, предлагать решения и совместно с нами реализовывать. Сейчас в городе идет большая работа по благоустройству. В самом разгаре строительство школ, детских садов и новых спортивных объектов. Развернулся масштабный ремонт дорог. Донести подробную информацию о работе властей – одна из основных задач общественной палаты. Для этого ее участники будут тесно сотрудничать с городскими департаментами. Было бы очень неплохо, если бы у себя в составе департамента имели одного человека, к которому можно обратиться всегда для подготовки вопроса более широкого рассмотрения в департаментах. Первые предложения по сотрудничеству уже поступили. Участники профильной комиссии по образованию и науке предлагают после всероссийского конкурса «Учитель года», который в этом году пройдет в Самаре, организовать форум педагогических инициатив. Задача этого форума – выстроить как вертикальную линейку и собрать на одной территории победителей профессиональных конкурсов, лидеров общественного мнения. Мы хотим их собрать на единой площадке для того, чтобы прошли круглые столы, дебаты, мастер-классы. Идею глава города поддержал. Провести масштабный форум планируется в декабре. Также, чтобы установить более тесную связь с жителями города, участники общественной палаты обратились к коллегу Фурсову с предложением создать сайт, куда самарцы могут обратиться по волнующим их вопросам. Это предложение также одобрено. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. А теперь коротко о других темах дня. ДТП с участием шести машин парализовало сегодня утром Южное шоссе. 60-летний водитель фуры, ехавший в направлении Самары, не успел затормозить перед пешеходным переходом, перед которым уже остановили «Шевроле» и «Лада», пропускавшие пешеходов. Грузовик въехал в легковушки, которые от удара проехали вперед, сбив одного из пешеходов. А грузовик оказался на встречной полосе, где столкнулся еще с тремя иномарками. В результате аварии травмы разной степени тяжести получили один из водителей и два пассажира, в том числе младенец. Еще одна пострадавшая скончалась в больнице. Опубликован проект небоскреба, который появится в Самаре. Здание в 57 этажей будет и жилым комплексом, и гостиницей. Здание будет символизировать ракету, которая готовится к запуску. Располагаться небоскреб будет в районе радиоцентра на территории научного городка «Гагарин-центр». Гостиница, которая будет в нем размещаться, рассчитана на 378 номеров. Также в здании будут проживать рабочие и техперсонал. Представители МВУ «Дорожное хозяйство» проконтролировали ход ремонтных работ на Красноглинском шоссе, на участке от Волжского шоссе до Московского шоссе. Строители завершают укладку верхнего второго слоя асфальтобетона. В поселке Мехзавод, через который проходит дорога, началось устройство бордюров и тротуаров. Работы идут с опережением графика. По контракту объект должен быть сдан до 1 сентября. Но возможно, что подрядчик завершит работы уже к середине августа. Летом следующего года отремонтируют речной вокзал «Самара», а также запустят новые направления. Сегодня речные пассажирские перевозки работают между 30 остановочными пунктами. Для формирования новой маршрутной сети необходимо открыть еще 16 пристаней. За последний год восстановлено регулярное сообщение с селами «Зольная», «Солнечная поляна» и установлен дебаркадер на Ульяновском спуске. Команда Самарского национального университета примет участие в Международном студенческом форуме по запуску экспериментальных ракет «Си-Спейс», который будет проходить с 23 по 30 июля во французском городе Тарп на военном полигоне. Международный форум «Си-Спейс» посвящен развитию университетской деятельности в области проектирования малой ракетной техники и атмосферных зондов. Двухступенчатая ракета, сконструированная студентами, усовершенствованная прошлогодняя модель. Основное достоинство – высота полета. Она способна доставить два атмосферных зонда на высоту порядка 1200 метров. Время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». 10 спортсменов Самарской области поедут на Олимпийские игры в Бразилию. Билеты на футбольный Кубок Конфедерации стоят меньше 1000 рублей. Китайский хоккейный клуб «Красная звезда» примет участие в турнире «Кубок Лада». В предсезонном турнире «Кубок Лада» примет участие команда «Красная звезда» – Пекин-Китай. Клуб в следующем сезоне планирует выступать в континентальной хоккейной лиге. «Кубок Лада» пройдет с 14 по 18 августа по круговой системе. Кроме китайцев и автозаводцев за приз поборются еще три команды. Автомобилисты Екатеринбург, Борис Астана и Югра Ханты-Мансийск. FIFA объявила цены на билеты на матчи Кубка Конфедерации 2017 года. Посмотреть футбол в России можно будет за 960 рублей групповой этап. Как минимум 100 тысячам российским болельщикам. Именно столько билетов четвертой категории будет в продаже. Для остальных цена от 70 до 245 долларов, то есть от 4300 рублей. Потолок 15500. Первый билет поступит в продажу 1 декабря. За Кубок Конфедерации сразятся сборные России, Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, Португалии. Последний участник соревнований определится в январе 2017 года на Кубке Африканских наций. Олимпийский комитет России назвал состав сборной на игры в Бразилию. Поедет в Рио-де-Жанейро и 10 спортсменов Самарской области. Павел Сухов, фехтование, Тагер Хайбулаев, дзюдо, Андрей Юдин, прыжки на батуте, Семен Макович, плавание, Наталья Перминова, бадминтон, Дарья Касаткина, теннис, Максим Телицын, Александр Кулеш, Елена Лебедева, Илья Штоколов, академическая гребля. Штоколов еще стартует и на конное. Хотя выступят атлеты на Олимпиаде или нет, зависит от решения швейцарского арбитражного суда и Международного олимпийского комитета. Оно будет известно в пятницу. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»